История возникновений мафии В 1950-60-е годы стали появляться первые признаки неспособности советской плановой экономики функционировать в заданных ей правовых рамках. Для обеспечения нужных экономических показателей стали использоваться такие методы, как БЛАТ, то есть получение нужных товаров и услуг благодаря личным связям, и очковки рательства, заведомый обман. Появилась нужда в так называемых толкачах, специалистах по заключению выгодных договоров и выбиванию дефицитных товаров, сырья и оборудования. Стали обычными такие явления, как дефицит, несуны, практически всеобщее мелкое воровство и спекуляция. Понятие БЛАТ – это одно из ключевых понятий советского общества времен Хрущева-Брежнева. Оно органически связано с современным понятием крыша. Викибеде пишет, характерной чертой плановой экономики СССР был хронический дефицит потребительских и других товаров. В этих условиях приобретение товаров часто зависело от знакомств с продавцами или чиновниками, распределявшими тот или иной товар. Для обозначения таких полезных знакомств, а также самого процесса приобретения товаров таким способом, и стало использоваться слово БЛАТ. От понятия БЛАТ происходит такое понятие, как БЛАТная песня, и в современности это называется русский шансон. Среди наиболее популярных исполнителей этого жанра можно назвать таких людей, как Михаил Круг, Михаил Шуфутинский и другие. До этих блатных исполнителей элемент блатных песен присутствует в творчестве Владимира Высоцкого. Все это показывает, кто правит в нынешнем обществе. То есть частично нашим обществом заправляют бандиты. Люди, для которых блатные песни являются их песнями. В 1970-е годы несколько громких дел о коррупции в самых верхах советской власти. Анатолий Тили пишет, что мафиозная система начала складываться, цитирую, в торговле, разумеется, государственной, другой тогда не было. Продавец часть навара от недовесов продажи левого товара, обсчетов и других махинаций сдавал бригадиру. Кто заведующему отделом, он директор магазина, директор в торг и так далее, до Министерства торговли включительно. Кроме того, за счет магазинов подкармливались работники милиции, районное начальство и прочая публика. Временами, как и теперь, происходила борьба с этим злом и даже устраивались показательные процессы. Как, например, в Ашхабаде, над младшим продавцом Мамедоразовой, который припрятал для своих покупателей под прилавком детские колпотки. И это как раз в то время, когда номенклатура, руководители республики и их вассалы безнаказанно раскрадывали миллионы. Сирокую известность получила дело директора элисейского магазина в Москве Соколова. В большой спешке расстреляли он, поскольку он начал колоться, а следы вели не только в Министерство торговли, но и к члену политбюро, секретарю МГК КПСС Гришину. По моим наблюдениям и по газетным публикациям, каждое звено отправляло наверх две трети товара. Конец цитаты Анатолия Тиле. В 1980-е годы в Википедии пишет, приход к власти Михаила Сергеевича Горбачева совпал по времени с новым кризисом советской экономики. Негативное влияние оказывало и деятельность иностранных государств, в первую очередь США, связанное с использованием преступных формирований для защиты своих интересов в Российской Федерации, для формирования определенного общественно-политического строя. Но вы понимаете, что определенный общественно-политический строй – это капитализм. Такие фильмы, как «Брат-2», показывают, что русская мафия тесно связана с миром бизнеса. В 1996 году о причинах возникновения мафии Борис Березовский сказал, цитирую, «Да, действительно, Россия чрезвычайно криминализирована сегодня. Это происходит в силу ряда обстоятельств, но есть одно доминирующее. Доминирующим обстоятельством является колоссальное, невиданное в истории перераспределение собственности. В 1991 году почти на 90% была государственная собственность. Сегодня огромная, богатая страна на 75% уже не является собственностью государства». Значит, по Березовскому, причина появления мафии – перераспределение собственности. Но сам процесс стал возможным, когда мафия развилась до определенной силы. А дать возможность ей появиться дали недостатки советской экономической системы. Ее недемократический характер, уничтожающий всякую инициативу. В 2000-е годы растет количество преступлений. Вот выдержка из Анатолия Тили. «Цифры преступности по Москве за первую половину 2002 года, сравнительно с тем же периодом 2001 года. Всего за полгода зарегистрированных преступлений 89 040 на 72% больше по отношению к прошлому году». И дальше идет таблица, которую вы сможете прочесть в тексте. Анатолий Тили пишет дальше. «Когда гражданин приходит в отделение с заявлением о совершенном преступлении, сотрудники оказывают на него всевозможное давление, чтобы преступление осталось незарегистрированным». Симптоматическое явление наметилось в последние пару-тройку лет. Заказны убийства государственных чиновников и депутатов, в том числе довольно крупных. Был убит вице-губернатор Петербург Маневич, депутат Старовойтова, а всего депутатов Государственной Думы убито 8. На заместителя мэра Москвы Аджоникидзе состоялось два покушения. В непрерывной войне мафии убийства раньше происходили только в среде преступников. По мере слияния государства с преступностью, в этой войне стали погибать и чиновники, те, что связанные с преступной средой. Покушения на Аджоникидзе станут понятными, если знать, что в его введении находился и горный бизнес Москвы. Убийства между мафиозными кланами стали перерастать в убийство чиновников со стороны чиновников. Или чиновники организуют убийство по отношению к наиболее ярким гражданам современной России и современного постсоветского общества вообще. Наиболее видные из них, например, убийство генерала Роклина в 1998 году, убийство Анны Политковской в 2006 году, затем убийство Александра Тлитвиненко в 2006 году. Дальше мы детально рассмотрим эти случаи, чтобы пролить больше света на природу отношений в современной России. Спасибо.